Тема пищевода Баррата В том числе и из других регионов, которым установлен диагноз пищевод Баррата Ежегодно им выполняется по несколько эндоскопических исследований Рекомендуется выполнение эндоскопических, часто дорогостоящих операций А тем не менее у этих пациентов зачастую даже пищевода Баррата не оказывается Итак, мы начнем наше выступление с опроса к аудитории Как вы считаете, есть ли здесь пищевод Баррата? Вопрос не только к эндоскопистам, но и к гастроэнтерологам Поскольку мы в последнее время очень много говорим о фотодокументации И я думаю, что все чаще к врачам-гастроэнтерологам пациенты будут приходить на прием Не только с описательной частью, но и с эндоскопическими фотографиями Ответьте, пожалуйста, как вы считаете, есть ли в данной ситуации у пациента пищевод Баррата? Я думаю, что этот слайд наглядно демонстрирует актуальность тематики, которую мы здесь будем обсуждать Вот это да! Интересно! А теперь следующий слайд В случае, если у этого пациента выполнена биопсия И при гистологическом исследовании биоптата выявлена кишечная метаполазия Это пищевод Баррата? Пожалуйста, проголосуйте опять-таки вопрос и к эндоскопистам, и к гастроэнтерологам Потому что врач-эндоскопист должен не только выполнять эндоскопическое исследование Но и в целом ориентироваться в патологии Включая постановку, когда понимать, должен понимать, когда пациенту правомощность установления этого диагноза И как наши эндоскопические данные должны коррелировать с морфологическим заключением Спасибо большое за ваши ответы То есть наличие кишечной метаплазии убедило четверть, наверное, две трети аудитории В том, что в данном случае пациенту можно поставить диагноз пищевод Баррата Мы еще вернемся к этому клиническому случаю Итак, как же нам диагностировать пищевод Баррата? Современное определение пищевода Баррата, вытекающее из российских и зарубежных рекомендаций Следующее Пищевод Баррата – это замещение многослойного плоского эпителия дистального отдела пищевода Цилиндрическим эпителиям, которое мы выявляем при эндоскопическом исследовании Протяженность сегмента метаплазии при этом должна быть не менее 1 см Кроме того, обязательно подтверждение наличия кишечной метаплазии в биоптате Таким образом, для установления диагноза пищевода Баррата нам необходимы 2 критерия Эндоскопический критерий пищевода Баррата, то есть сегмент метаплазии больше сантиметра И морфологический критерий – это кишечная метаплазия Здесь вы видите сводную таблицу рекомендаций Российской гастрометрологической ассоциации Европейского общества Американского и Британского общества гастрометрологии И как мы видим во всех этих рекомендациях, пищевод Баррата мы можем ставить только в случае Если сегмент метаплазии больше сантиметра Кроме того, морфологический критерий подразумевает обязательное наличие кишечной метаплазии Которая обладает предраковым потенциалом Мы видим небольшое отличие в британских рекомендациях, которые считают пищевод Баррата Не только метаплазию кишечного типа, но и желудочного Однако, если мы посмотрим на их рекомендации по ведению этих пациентов Если это короткий сегмент, и в нем нет кишечной метаплазии И при повторном эндоскопическом исследовании мы опять-таки не выявляем там кишечную метаплазию То дальше эти пациенты не требуют эндоскопического наблюдения Каких стандартов должен придерживаться врач-эндоскопист Который проводит эндоскопическое исследование пациенту с пищеводом Баррата Первое, пациент должен установить правильный эндоскопический диагноз пищевод Баррата Врач-эндоскопист должен определить основные анатомические ориентиры Выявить очаги дисплазии и раннего рака в сегменте метаплазии Определить наличие эрозивного эзофагита и оценить его в соответствии с Лос-Анджелесской классификацией Выполнить биопсию в соответствии со стандартным протоколом А также выполнить фотодокументацию основных анатомических ориентиров Все поверхности сегмента метаплазии и выявленных патологических участков Все эти стандарты мы можем найти как в российских, так и в зарубежных рекомендациях Итак, первое, это установление правильного эндоскопического диагноза пищевод Баррата Об этом уже говорил профессор Бишопс Я уже в начале презентации То есть диагноз пищевод Баррата может быть установлен, если сегмент цилиндроклеточной метаплазии Находится выше пищеводно-желудочного соединения И его длина не менее 1 см Мы можем видеть как длинный сегмент более 3 см Так и короткий сегмент меньше 3 см Мы можем не видеть циркулярного сегмента Ц может быть равно 0 Но всегда мы как минимум должны видеть 1 см максимального сегмента метаплазии Что касается сегмента метаплазии Дистального отдела пищевода Меньше 1 см И также очагов кишечной метаплазии Которая выявлена, если все-таки бралась биопсия из этого участка Здесь тоже в рекомендациях мы можем найти четкие ответы на эти вопросы Оба этих состояния не являются пищеводом Баррата Термин ультракороткий пищевод Баррата в настоящее время не используется Эти состояния не требуют выполнения биопсии И не требуют эндоскопического наблюдения Вы спросите, как же нам померить, есть там сантиметр или нет Кто-то увидел этот сантиметр, кто-то нет Очень простой метод Это использование стандартных биопсийных щипцов Дистальная часть щипцов в закрытом виде Длиной около 1 см Если мы откроем щипцы, то расстояние между чашечками бронща щипцов будет 6 мм Мы можем прислонить к этому сегменту метаплазии Тем самым измерить сегмент И здесь мы видим, что он около 6 мм То есть меньше 1 см И этот пациент Мы не можем ему поставить эндоскопическое заключение пищевод Баррата И даже если ему выполнялась до этого биопсия Мы можем говорить, что это не пищевод Баррата Это кишечная метаплазия в зоне кардии Которая не требует лечения или наблюдения Анатомические ориентиры, которые необходимо описывать при эндоскопической диагностике пищевода Баррат Зет-линия Зона пищеводно-желудочного соединения Зона сужения, которая соответствует пищеводному отверстию диафрагмы Наличие или отсутствие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы Уже про это много говорили Ценить, обязательно, длину сегмента метаплазии И отдельные островки цилиндроклеточной метаплазии Которые расположены выше основного сегмента Которые не входят в расчет общей протяженности Но отдельно мы их обязательно указываем Итак, анатомические ориентиры в норме Вы уже видели этот слайд То есть мы должны всегда увидеть Z-линию И оценить их расположение Зоны пищеводно-желудочного соединения и диафрагмы И в норме эти анатомические ориентиры находятся приблизительно на одном уровне И при эндоскопическом исследовании Мы видим, что все эти ориентиры должны совпадать Зона пищеводно-желудочного соединения Это граница между мышечными слоями желудка и пищевода Оценим, как мы уже говорили, по максимальной границе складок желудка Нужно быть очень осторожными, потому что при инсуфляции воздуха, при рвотных движениях Эта граница может смещаться Поэтому выполнять измерения необходимо при небольшой минимальной инсуфляции воздуха Также мы можем использовать второй критерий, японский критерий Это дистальная граница полисадных сосудов пищевода Которые хорошо видны в узкоспектральном режиме В данном случае в режиме iScan-OE И мы четко видим вот эту границу пищеводно-желудочного соединения Она совпадает с максимальной границей складок желудка Дальше мы находим сужение, которое соответствует пищеводному отверстию диафрагмы Мы его определяем после того, как извлекаем аппарат и децинфлируем воздух Мы видим на расстоянии 44 см Потом мы смотрим, где у нас максимальная граница складок желудка 41 см Исмеряем расстояние между ними И можем эндоскопически оценить наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы длиной 3 см Также дополнительно нам помогает диагностика грыжи инверсионный осмотр Также нам обязательно оценивать длину сегмента цилиндроклеточной метаплазии В соответствии с пражскими критериями Вроде бы много о них говорим, все о них знают Но крайне редко они почему-то используются Крайне редко мы их видим в эндоскопических протоколах Еще раз проговорим, как необходимо мерить длину метаплазии Измерение производится от уровня пищеводно-желудочного соединения После этого мы ищем дистальную границу цилиндрического и плоского эпителия То есть циркулярный сегмент Здесь в данном случае на расстоянии 30 см Измеряем расстояние, получаем 4 см То есть у нас циркулярный сегмент 4 см Затем мы смотрим максимальную границу плоского и цилиндрического эпителия То есть самый длинный сегмент Максимальный сегмент Он на расстоянии 36 см Мы измеряем это расстояние И получаем, что максимальный сегмент 5 см И можем вынести эндоскопическое заключение пищевод Баррата в С4М5. Мы всегда должны помнить, что следует из определения пищевода Баррата, что М всегда больше или равно единице, и М никогда не может быть меньше, чем С, потому что максимальный циркулярный сегмент может совпадать, либо же максимальный больше, чем циркулярный, но он никогда не может быть меньше. Также важным этапом эндоскопической диагностики является выявление и характеристика патологических участков в сегменте метаплазии. В этом нам помогает простой доступный метод хромоскопия с полуторапроцентным раствором уксусной кислоты, при взаимодействии с которой сегмент цилиндроклеточной метаплазии приобретает такой равномерный белесоватый цвет, скажем так, при рисках ацетобеления. И участки дисплазии, какие-то измененные участки, они это ацетобеление очень быстро утрачивают. И в данном случае мы с вами видим плоский патологический участок. Помимо того, что мы его нашли, нам необходимо его правильно описать. Мы должны описать его расстояние от резцов, локализацию по условному циферблату, также определить размер. Для того, чтобы быть более объективным, мы можем использовать биопсийные щипцы для измерения размеров. И также мы должны оценить тип по парижской классификации. В данном случае этот плоский участок, не выступающий, не углубленный, тип 0,2b. Следующий пункт – это определение наличия эрозивного эзофагита и его оценка по лос-анджелесской классификации. Все мы хорошо знаем эту классификацию. То есть мы ставим эзофагит степень А, если мы видим одну или несколько эрозий, не сливающихся с собой, меньше 5 см. Если мы видим не сливающихся эрозий больше 5 мм, это степень Б. Степень С, если мы видим несколько сливающихся эрозий, которые соединяются между собой, но при этом занимает меньше 75%. Если больше 75%, то мы ставим степень Д. Это очень важно, поскольку диагностика пищевода Баррата на фоне рефлюкса эзофагита затруднена. Порой нам даже сложно определить, есть ли там вообще пищевод Баррата, или же это выраженный такой рефлюкс эзофагита, сплошные сливные эрозии. Кроме того, мы не можем использовать дополнительные технологии, потому что здесь разрушена структура поверхности, повышенная контактная кровоточивость. И что же нам делать в этой ситуации, если мы, выполняя пациенту исследование, видим выраженное воспаление? Но это еще есть четкие рекомендации, что пациенту при выявлении эрозийного эзофагита рекомендована повторная эндоскопическая оценка после терапии ингибиторами протонной помпы. То есть мы пациента пролечили, выполняем контрольные исследования, мы видим совсем другую эндоскопическую картину. Мы можем детально осмотреть, применить все необходимые технологии для диагностики пищевода Баррата. Кроме того, биопсия не должна проводиться при наличии эрозийного эзофагита, потому что это может вызвать затруднения у патоморфологов при интерпретации биоптатов. Конечно, если мы видим изменения подозрительные в плане неоплазии, в плане рака, здесь следует выполнить биопсию и потом спросить мнение второго патолога. Но если мы не видим подозрительных каких-то участков, видим только выраженное воспаление, лучше биопсию не брать, назначить пациенту лечение и уже после лечения проводить такой детальный эндоскопический осмотр. Заканчиваться эндоскопическое исследование должно выполнение биопсии в соответствии со стандартным протоколом, который подразумевает сначала выполнение биопсии видимых патологических участков, и каждый биоптат помещается в отдельный контейнер и маркируется следующим образом, то есть первые две цифры расстояния сантиметрах от резцов, вторые две цифры ориентация по условному циферблату. То есть патологический участок, который мы видели на расстоянии 35 сантиметров на 9 часах по условному циферблату, мы этот кусочек кладем в контейнер, который маркируем как 3509. После того, как мы выполнили биопсию всех патологических участков, мы выполняем рандомизированную биопсию каждые 2 сантиметра в соответствии с телевизорским протоколом. И с каждого уровня мы биоптаты можем положить в один контейнер и промаркировать его следующим образом. Первые две цифры расстояния от резцов, вторые две цифры это 0. В рекомендациях есть также оговорка, если пациенту ранее выполнялась эндоскопическая диагностика и был диагностирован пищевод Барта с дисплазией, и пациент находится под наблюдением, то тогда биопсию рекомендовано выполнять через каждый сантиметр. Вот здесь мы выполняем биопсию и используем вот эту стандартизированную систему. Техника выполнения биопсии, взятия материал тоже имеет свои особенности. Для того, чтобы нам получить хороший биоптат, который морфолог сможет оценить, мы используем следующие небольшие трюки. То есть мы продвигаем щипцы вперед, открываем их, затем подтягиваем ближе к дистальному краю эндоскопа, поворачиваем эндоскоп, аспирируем воздух, продвигаем щипцы вперед, то есть как бы упираемся ими в стенку сегмента метаплазии. После этого мы выпрямляем эндоскоп, втягиваем щипцы, и таким образом мы получаем адекватный размер биоптата. Позвольте продемонстрировать вам фильм о том, как мы выполняем эндоскопическое исследование в соответствии с стандартами в нашем отделении. В данном случае мы выполняли исследование пациента, направленных к нам с диагнозом подозрения на пищевод Барретт. Исследование выполнялось без седации. В дистальном отделе пищевода мы видим большое количество слизи, сквозь которую просматривается подозрение на сегмент метаплазии. Мы, конечно же, обязательно вначале отмываем, используя раствор пеногостителей. После этого эндоскопическая картина становится нам более четкой. Мы прекрасно видим наличие сегмента метаплазии, мы понимаем, что это длинный сегмент. После этого мы переходим к измерению основных анатомических ориентиров. Первый ориентир – это сужение, соответствующее пищеводному отверстию диафрагмы на расстоянии 44 см. Затем мы подтягиваем эндоскоп проксимальнее, убираем воздух, и это не быстро, внимательно оцениваем, где же у нас проксимальная граница складок желудка. Главное здесь не перераздуть складки, чтобы не принять часть грыжи за циркулярный сегмент. В данном случае мы четко видим проксимальную границу складок желудка, оцениваем ее локализацию, и также видим полисадные сосуды пищевода прекрасно в узкоспектральном режиме. Таким образом, мы можем здесь определить наличие у пациента грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и измерить ее размер, то есть по разнице в пищеводном отверстии сужения пищеводного отверстия диафрагмы и складок желудка. Мы видим, что здесь 3 см эндоскопические признаки грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. После этого мы приступаем к измерению протяженности сегмента метаплазии в соответствии с пражскими критериями. Измерения мы проводим относительно зоны пищеводно-желудочного соединения. Мы помним, что они на расстоянии 41 см. Смотрим, где у нас дистальная граница плоского эпителия 38 см, это граница циркулярного сегмента. И оцениваем протяженность циркулярного сегмента как 3 см. Затем мы оцениваем максимальную границу. Немножко здесь срезано внизу изображение. Определяем, что максимальный сегмент у нас протяженностью 5 см. Таким образом, мы выставляем эндоскопическое заключение пищевод Барта С3М5. После этого мы выполняем детальный осмотр в белом свете, прямой осмотр. Обязательно выполняем инверсионный осмотр не только для диагностики грыжи, но и для выявления патологических участков в этой зоне, которые при обычном осмотре можно не заметить. Осматриваем при инверсионном осмотре также с использованием узкоспектрального режима. И детально, с помощью узкоспектрального режима, осматриваем всю поверхность сегмента метаплазии. Мы замечаем небольшой патологический участок на 5 часах. Вот, к сожалению, видео срезано, здесь его плохо видно. Здесь небольшой патологический участок, приподнятый тип 0,2А. Мы пытаемся выполнить его осмотр с оптическим увеличением, но немножко здесь затруднительно, так как пациент не в седации, и мы немножко травмируем колпачком зону проксимальнее. Далее мы переходим к хромоскопии, распыляем с помощью спрей-катетера раствор уксусной кислоты. Мы видим, что поверхность сегмента метаплазии приобрела белесоватый цвет. Там внизу спрятан наш патологический участок. Также после выполнения осмотра с уксусной кислотой, если смотреть в узкоспектральном режиме, более четко видим структуру ямок поверхности, и в том числе при осмотре с увеличением. И переходим к выполнению биопсии. Сначала с помощью биопсийных щипцов мы выполняем измерение патологических участков. То есть щипцы у нас размером 6 мм, патологический участок в 2 раза меньше. Мы можем адекватно оценить его небольшой размер. И выполняем биопсию из этого патологического участка. Фотодокументируем, чтобы, если в период дисплазия, понимать, где же он был, этот участок, если мы вдруг его не находим. И переходим к выполнению рандомизированной биопсии. Начинаем ее от проксимальной границы складок желудка. То есть мы берем 4 биоптата, проксимальные зоны пищеводно-желудочного соединения, отступаем на 2 см и также выполняем рандомизированную биопсию. И биоптаты с каждого уровня мы кладем в один контейнер. Так вот финально выглядит пищевод после выполнения множественных биопсий. И вы видите наши биоптаты, которые размещены из патологических участков, из каждого уровня в отдельный контейнер. И эти контейнеры мы соответствующим образом, как уже я говорила, промаркируем. Переходя к следующему вопросу, как же лечить пищевод Баррета. Эндоскописты здесь также принимают активное участие. Но всегда ли нам нужно быть такими активными в лечении пищевода Баррета? Если мы посмотрим на эту диаграмму и оценим риск развития аденокарциномы у пациентов с пищеводом Баррета, то мы видим, что этот риск действительно реально высокий у пациентов с дисплазией высокой степени и у пациентов с дисплазией низкой степени. В случае же, если пищевод Баррета без дисплазии или сегмент без кишечной метаплазии, то риск малигнизации здесь крайне низкий. Таким образом, дисплазия – это наиболее клинически значимый маркер риска развития рака у пациентов с пищеводом Баррета. И когда же нам показано эндоскопическое лечение пищевода Баррета? Когда есть внутрислизистая аденокарцинома, либо диагностирована дисплазия высокой или низкой степени. В случае же, если у пациента с пищеводом Баррета не выявлена дисплазия, то профилактическая эндоскопическая терапия, в частности абляция, этим пациентам не показана. Но при выявлении не всех пациентов, которые к нам поступают в других учреждениях с диагностикой дисплазии низкой степени, мы не всех их оперируем. Я бы даже сказала, что крайне редко. Потому что мы всегда спрашиваем мнение экспертного второго патолога, который специализируется в гастроэнтерологии. И об этом написано также во всех рекомендациях, что при выявлении дисплазии любой степени, включая неопределенную неоплазию, необходимо подтверждение диагноза вторым патоморфологом, который специализируется в этой области. На основании мультцентрового исследования было изучено 293 пациента, которым была выявлена дисплазия низкой степени, диагностированная в местных клиниках. И лишь в 27% было подтверждено наличие дисплазии у этих пациентов. В 73% заключение было изменено на пищевод Баррета без дисплазии или с неопределенной дисплазией. То есть в 73% случаях этим пациентам не было показано скопическое лечение. И у нас все гистологические препараты консультирует экспертный морфолог Екатерина Альбертовна Крайнова. В случае, если она затрудняется, она спрашивает мнение третьего экспертного патолога, профессора Майкла Витта, одного из ведущих европейских экспертов в патоморфологической диагностике пищевода Баррета. И когда пациенты приезжают к нам из других регионов, мы их просим привозить также свои гистологические препараты, чтобы мы могли их проконсультировать и понимать, была ли там дисплазия или нет. И, соответственно, здесь мы видим сводную таблицу о том, как же нам наблюдать пациентов с пищеводом Баррета без дисплазии. То есть лечение им не показано, но упускать их с поля зрения все равно нельзя, их необходимо наблюдать. И здесь мы видим, что наблюдение пациентов строится в основном, исходя из протяженности сегмента метаплазии, но в среднем в разных рекомендациях это 3-5 лет. Кроме того, особые пункты в европейских рекомендациях, что если протяженность сегмента метаплазии более 10 сантиметров, пациента нужно направить в экспертный центр. И вообще в любом случае, как говорят все эксперты, если есть какие-то сомнения в основке этого диагноза, лучше направить пациента в экспертный центр. Также европейские рекомендации не рекомендуют наблюдать пациентов старше 75 лет. И то, о чем я говорила вначале, в британских рекомендациях, если нет кишечной метаплазии, и гастроскопия через год не подтверждает ее наличие, пациенты не наблюдаются. Важный момент, что пациенты, которым установлен диагноз пищевода Барротта и не подтверждено наличие дисплазии, они не требуют повторного эндоскопического исследования через год, если до этого исследование было выполнено в соответствии со стандартами и не выявило наличие дисплазии. У нас же, к сожалению, пациенты обследуются 2, 3, 4, а то и больше раз в год. Что касается тактики ведения пациентов, если там выявлена дисплазия, если морфолог ставит заключение неопределенная дисплазия, то в большинстве рекомендаций рекомендуется провести, скорректировать антисекретарную терапию и дальше проводить эндоскопический контроль с биопсией, где уже неопределенная дисплазия либо снимается, либо все-таки становится определенной дисплазией, низкой или высокой степени. В случае дисплазии низкой степени большинство рекомендаций в настоящее время говорят о необходимости выполнения эндоскопического лечения. В случае дисплазии в высокой степени также эндоскопическое лечение. И в случае в антислизистой аденокарциномы. То есть в случае, если мы диагностируем дисплазию или рак, здесь есть показания для эндоскопического лечения. Что касается дисплазии в низкой степени, то здесь были вариабельные рекомендации британцев, в том числе рекомендовалось наблюдение. Но после мультицентрового исследования, включающегося 68 пациентов с дисплазией в низкой степени, которые наблюдались, и столько же пациентов, которым была выполнена абляция, наблюдались пациенты в течение трех лет, был сделан вывод, что эндоскопическая абляция пищевода Барта с дисплазией низкой степени позволяет снизить риск развития дисплазии высокой степени и аденокарциномы на 25% по сравнению с эндоскопическим наблюдением за трехлетний период. И после этого исследования были внесены изменения в британские рекомендации, которые теперь тоже рекомендуют выполнять эндоскопическую абляцию таким пациентам. Что касается эндоскопического лечения этих пациентов, то здесь два принципиальных момента. Если мы получаем дисплазию при биопсии без видимого патологического участка, то таким пациентам показана абляция всего сегмента метаплазии. Если же мы получаем дисплазию из эндоскопически видимого патологического участка, то сначала мы его удаляем с гистологической оценкой, а затем выполняем абляцию всего оставшегося сегмента метаплазии. Однако одного эндоскопического лечения этим пациентам недостаточно, таких пациентов необходимо вести вместе с врачами-гастроэнтерологами, и нам об этом подробно расскажет Евгений Леонидович. У нас вопрос у гастроэнтерологов гораздо сложнее, чем покажется на первый взгляд. Во-первых, мы давайте с вами разберемся с тем, почему диагностика пищевода Боретта является одной из самых сложных клинических задач. Вот в этой части мы никогда с вами нормально подробно эту историю не обсуждали. Почему? Ну, во-первых, пищевод Боретта в своей исторической справке прошел очень большой длинный путь. Боретта писал не пищевод Боретта. Он описал призматические эпители в дистальной части пищевода и считал, что это не пищевод, а сместившийся в грудную полость желудка. А вот дальше, дальше этим стали заниматься его коллеги. И они уже связали появление таких изменений с рефлекс-эзофагитом. Дальше каждый год или каждое пятилетие практически пересматривали свою позицию относительно того, что такое пищевод Боретта. Называли пищевод покрытый цилиндрическим эпителием. Называли это как желудочная слизистая мембрана. Полагали, что это порог развития пищевода, что это гетеротопия желудочной слизистой оболочки. Предлагали новый термин цилиндроклеточный пищевод. И потихоньку эволюция представления о пищеводе Боретта, она менялась. Вот посмотрите, что происходило совсем в последнее время. 2006 год основное положение, это Монреальское соглашение о гастроэзофагильной рефлексной болезни. Пищевод Боретта это любой гистологический тип железистой метаплазии гистального отдела пищевода. Включая кишечную метаплазию обусловленной гастроэзофагильной рефлексной болезни. В то же время есть определение Европейского общества гастроэнтестинальной эндоскопии, о котором рассказывала Наталья Сергеевна. В чем основная проблема? Вот это ключевая вещь, которую я хочу показать. Вот здесь хорошо видно. Смотрите, это эпителий пищевода, и вот начинается эпителий, собственно говоря, желудка. Теперь посмотрите сюда, вот они, кардиальные железы. Они такие же кардиальные железы в желудке. И чем слизистая оболочка пищевода отличается от слизистой оболочки желудка? Это наличие подслизистых вот этих желез. Их в желудке практически нет. Но при проведении биопсии мы всегда берем вот тут кусочек. Мы так глубоко не заходим, понимаете? И вот подслизистые железы, которые нам скажут, что это точно пищевод, они в биоптат-то не попадают. Они если и попадают, то это 10-15%. Поэтому весь протокол сиэтольский и построен на том, что мы должны четко провести границу и через каждые 2 см делать. Поэтому очень важно правильно взять эту биопсию. Гистолог, если он не видит подслизистых желез, он очень легко может перепутать вот эту слизистую от слизистой пищевода. И качественная морфология, соответственно, постановка диагноза возможна только при качественно проведенной эндоскопии. Вот еще раз момент, что единственные морфологические критерии для дифференцировки пищевода и кардиального отдела желудка это подслизистые железа пищевода и их протока. Еще раз посмотрите, где они находятся и как они выглядят. Они достаточно глубоко. Очень важный момент. Если мы будем с вами брать биопсии в разных участках, то в связи с тем, что кардиальные железы, они мозаичны, и по тем или иным причинам у нас эпители пищевода, но вследствие эрозии, вследствие приема горячей пищи, еще чего-то, может где-то уходить, вот сразу обнажаются кардиальные железы. И когда биопсию берут из этих участков эрозии, попадают сразу в эти кардиальные железы, что мы получаем? Участок метаплазии. Как его отличить, реально понять, что это метаплазия, что это пищевод Боретто и не что другое? Есть рекомендации британского общества гастроэнтерологов, которые рекомендуют включать в рутинное морфологическое исследование биоптатов пищевода маркеры экспрессии P53. Это очень важный момент. И британцы, они не делают Сиэтольский протокол, они зачастую обходятся просто вот этим достаточно сложным исследованием, но она достоверно говорит, есть ли это проблема или нет. Это вот очень важный момент. И в Москве сейчас этим активно занимается профессор Олег Вадимович Зератьянц, он, собственно говоря, вся его школа по пищеводу Боретто, патоморфологическая, и основная патоморфологическая школа именно там находится, и они эту тему очень хорошо ведут. Поэтому правила двух-трех специалистов, которые мы привлекаем для постановки диагноза, он также в Москве реализуется. Значит, итак, в алгоритме диагностики пищевода Боретто очень важно выполнить правильную эндоскопию с биопсией по протоколу. Биопсия должна проводиться в той ситуации, когда нет выраженного воспаления. Вот очень важный момент, про который сказала Наталья Сергеевна. Если выраженное воспаление, 8 недель курс как минимум, никакие не 4, никакие не 6, не там, 8 недель проводите стандартный курс ингибиторами протонной помпы, снимаете воспаление, и под морфологом уже, собственно говоря, работать легче. Ну а теперь, это вот, я просто не мог ни рассказать, ни показать, как с точки зрения под морфолога это выглядит, потому что для нас гастронтробов это тоже очень важно. Мы же ориентируемся не только на эндоскопические картинки, но нам очень важно заключение под морфолога, чтобы диагноз сформулировать. Итак, вопрос к аудитории. Показано ли пациентам с пищеводом Бореттом длительное лечение ингибиторами протонной помпы? 90% считают, что да. Это очень хорошая новость на самом деле. 10% сомневаются. Говорят нет, но я думаю, что они все-таки сомневаются. Значит, действительно, при пищеводе Боретта на очень длительное время назначаются ингибиторы протонной помпы. Есть исследования, которые показывают, что при этой патологии ингибиторы получают и 5, и 10, и более лет. Но вот режим приема препаратов – это уже другая сторона, о которой мы немножко поговорим. Кстати, на фоне приема ингибиторов протонной помпы мы должны понимать, что у нас может происходить миграция затлини. Вот здесь, если мы вот здесь угнетаем всю кислотопродукцию, то, понимаете, вот эта линия, она, собственно говоря, двигается. И у каждого человека в течение года, в зависимости от тех ситуаций, в которой он находится, она постоянно меняется. Поэтому всегда принцип у эндоскопистов – 1 см от затлини отступить. Целью медикаментозного лечения пищевода Боретта является предотвращение формирования дисплазии эпителия данной карцинома пищевода. Длительная терапия одобрена всеми существующими консенсусами. Значит, терапия проводится в стандартной дозе 1 раз в сутки с целью купирования симптомов и предотвращения злокачественной прогрессии. Увеличение дозы показано только при неадекватном купировании симптомов. То есть, если есть сопутствующая тяжелая гастроэзофгельно-рефлюксная болезнь с клиническими проявлениями изжоги, то тогда, конечно, вы можете работать в этом направлении. Теперь следующий вопрос, с которым приходят к нам пациенты. А нужно ли нас оперировать? И что в этой ситуации делать? Но пока голосуют, я бы спросил Юрия Геннадьевича. Юрий Геннадьевич, как вы считаете, фундапликацию нужно проводить пациентам с пищеводом Боретта? Действительно, антирефлюксное хирургическое лечение в соответствии с теми рекомендациями, которые есть у нас сейчас в России, оно показано при развитии пищевода Боретта с дисплазией эпителии в высокой степени, доказанными двумя морфологами. Но есть еще и американские рекомендации американских хирургов, которые показывают, что эти вмешательства можно проводить даже не только когда есть пищевод Боретта, но когда есть необходимость длительно назначать ингибиторы протонной помпы. Они очень дорогие, поэтому мы можем провести эту фундапликацию. Насколько это показание жизненно и эффективно? Дело в том, что проведенное хирургическое лечение гастрозафнильной рефлюксной болезни, лечение антирефлюксное, оно не снижает риск развития аденокарцинома. То есть глобально мы выполним вмешательство, но на смертность, на риск развития аденокарциномы такого вмешательства влияния не будет иметь. Кроме того, антирефлюксная хирургия не является эффективным методом предотвращения прогрессии пищевода Боретта в аденокарцином по сравнению с ингибитором протонной помпы. Это заключение британского общества гастроэнтерологов, которое было опубликовано еще в 2013 году. Это нашло подтверждение в исследованиях в американском колледже гастроэнтерологов, которые также выпустили основное свое положение о том, что антирефлюксная хирургия не может рассматриваться у больных с пищеводом Боретта как антинеопластическая мера. 2018 год. Свежая публикация, собственно говоря, Digestive Disease and Science. И там также написано, что не доказаны преимущества антирефлюксных операций в предотвращении развития аденокарцинома пищевода. Итак, когда все-таки к антирефлюксной хирургии имеет смысл прибегать? И когда гастроэнтеролог туда может направить? Это только у тех больных с пищеводом Бореттом, у которых не удается достичь медикаментозного контроля за рефлюксами. Чем лечить? Ну, собственно говоря, у гастроэнтерологов особого выбора большого нет. У нас нет обсуждения сейчас лечить H2-блокаторами или прокинетиками, или еще чем-то. Мы пользуемся ингибиторами протонной помпы. Они показали свою самую высокую эффективность в этой части. И на лечение гастроэнтерологической рефлюксной болезни пищевода Боретта есть препарат, который имеет уровень доказательности 1А, это Дексилант. И, собственно говоря, на него весь упор и делается в настоящее время. Кроме того, если вы ведете пациента другими препаратами, вы можете спокойно их переключать на Дексилант. Но если Дексилант не идет, то, собственно говоря, можно тоже поэкспериментировать во всей этой истории. В то же время длительное применение ингибиторов хорошо купирует симптомы. Но окончательных доказательств того, что они тоже предотвратят злокачественную прогрессию, нет. При пищеводе Боретта использование ингибиторов протонной помпы показано только с целью купирования симптомов. Пищевод Боретта без симптомов ГЭРБ. Нужно ли назначать ингибиторы протонной помпы? Это решение должно рассматриваться индивидуально. Таково решение Американской гастроэнтерологической ассоциации. Ну и, наконец, про рациональность длительного приема ингибиторов протонной помпы. При бессимптомном пищеводе Боретта все исследования были только наблюдательные и с низким уровнем доказательности. Кроме того, обращаю ваше внимание, что длительное применение ингибиторов протонной помпы, особенно в пожилом возрасте, не всегда приносит пользу. Очень сильно нужно взвесить необходимость назначения ингибиторов протонной помпы у лиц старше 75 лет. А вот в Канаде целое движение началось по депрескрайбингу разных лекарственных препаратов. Оно касается прежде всего трех групп препаратов. Это ингибиторы протонной помпы, это бензодиазепины и опиоиды при хронических нераковых болях. Канадские медики рекомендуют дозы всегда пересматривать или менять ингибиторы протонной помпы на другие, уходить на половинные дозы при длительном их назначении. Очень важный момент, про который тоже мы должны поговорить, это тема, которая в свое время подробно озвучивалась и Валерия Олеговна Кайбышева, это тема молчащего Боретта. Если говорить о молчащем Боретте, то 30-40% больных с рефлюксизофагитом пищевода Боретта не испытывают типичных симптомов ГАРБ. И у этих пациентов так или иначе может все-таки развиваться аденокарцинома пищевода. Эти пациенты также могут нуждаться в назначении терапии ингибиторов протонной помпы. Но для того, чтобы решить окончательно, нужно их давать или не нужно давать, нужно воспользоваться функциональными методами исследования, конкретно по ашимпендансометрии. И вот здесь слайд Валерии Олеговны, собственно говоря, на гастроскопии мы видим аденокарциному, на суточной пиашметрии видим огромное количество рефлюксов. При этом жалоб не было абсолютно никаких у пациента. Это тоже нужно учитывать в своей работе. Общая схема наблюдения пациентов была хорошо озвучена Наталье Сергеевне, что важно для нас, гастроэнтерологов, что там, где появляется слово дисплазия, без двух заключений морфолога, мы не двигаемся. И этих специалистов, и этих пациентов мы всегда должны отдать специализированные центры. Если ситуация выглядит таким образом, что нет диспластических изменений, протяженность пищевода Боретта менее сантиметра, мы никакие исследования не выполняем. При протяженности менее 1 сантиметра такой диагноз-то и не правомочен. Если протяженность атомного до 3 сантиметров, исследование выполняется раз в 5 лет. При протяженности до 10 сантиметров один раз в 3 года. При отсутствии дисплазии. И протяженность более 10 сантиметров нужно отправить в специализированный центр и все-таки пересмотреть еще раз с привлечением консилиума морфологов. Это вот общие рекомендации, которые нужно соблюдать врачам-гастроэнтерологам. Спасибо.